В Башкортостане зафиксировано два случая высокой степени загрязнения рек и озер в первом полугодии, сообщает Финэкспертиза. Оба произошли в апреле. Эксперты проанализировали ситуацию в регионах на основе данных Росгидромета. В целом специалисты отмечают, что число экстремально высокого загрязнения водоемов в стране сократилось в три раза. В республике таких случаев в первом полугодии не зарегистрировано вовсе. Чаще всего урон экологии наносили в Свердловской области. На регион приходится четверть всех инцидентов. Также пострадали реки Озера Московской и Мурманской областей. Около 9% случаев. По словам экологов, основные загрязнения приходятся на весну, так как в республике нет очистных сооружений и ливневых стоков. И вся вода напрямую попадает в реки. На рост концентрации вредных веществ указывает обмеление белой и зарастание ее водорослями. Также эксперты подвергают сомнению и приведенные в Финэкспертизе показатели, так как в отчеты Росгидромета не попадают данные других природоохранных органов. А заниженная статистика не позволяет привлекать дополнительные федеральные средства на экологические цели. Я думаю, что таких загрязнений и высоких, и экстремально высоких у нас значительно больше. Башкирии должно быть. У нас очень концентрировано промышленных, опасных промышленных производств здесь, в республике. И очень много стоков. У нас очень высокий процент неочищенных и сочных вод идут в водные объекты. Мало очистных сооружений. Они стареют, к тому же. Катастрофически стареют 70% износа очистных сооружений. Эколог также отметил, что программа наблюдения за качеством воды в водоемах и реках предусматривает проверку примерно на два десятка веществ. Для сравнения, в Германии контролируется более 300 показателей. Кроме того, вредные вещества накапливаются в донном иле. Превышение достигает десятков ПДК, что приводит ко вторичному отравлению воды. При этом ни одно ЧП, связанное с массовой гибелью рыбы в республике, не расследовано до конца, подчеркнул эколог.